МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИСКУСИЙНАЯ ПЛЯЦОВКА, присвеченная реализации белорусско-российских проектов. Кибермахляры не дремлют, а хвяра и злоумысника устала зорка белорусской эстрады Ганна Трубяцкая. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Развитие военно-политичной ситуации в свете и непосредственно калямежу Беларуси, потребуя повышенной уваги до питания обороноздольности. Об этом напередодни заявил министр обороны Виктор Хренин на открытии угомили, что годового сбору военная безпека и оборона Республики Беларусь. У выпадку любой агрессии, у относенных до нашей краины, отказ будет худким, жестким и адекватным. Гэта неодноразово подкресливал и керавник державы. Про тяг темы далей в сюжете. Сбор военной безпеки и обороны Республики Беларусь на Гомельщине проводится в Першиню. Миновито наш регион заявляется приграничной территорией, побачь, с которой каждый день гинуть мирные люди. Подчас сбору был проведен розыгрыш практичных деяний по обороне объекта территориальной обороны на воде. По сценарию войскам поступила информация, выявлена диверсийно-разведывальная группа умовного противника, в задачу якою выходило снищение чугуночного моста. Для ее ликвидации по плане притягивались войски территориальной обороны и подразделения усил специальных операций. На вертолете Ми-8 бойцы десантовались и снищили группу ворога. Уполон трапил один из ее удельников. У одной из воинских частей старшины Аблвыконкамы у регионов и военкамы ознайомились с узорами узброения, военной техники с участными сродками оказания первой допомоги. Увага нададена и беспилотным авиационным комплексам. Виктор Хренин нагадал слову президента, что белорусская миролюбность – не синонимах верности, а в выпадку любой агрессии отказ будет худким, жестким и адекватным. Так само Виктор Хренин отзначил, что территориальная оборона трансформуется в полновартосную боевую систему. Все те требования, которые предъявляются главой государства, что, прежде всего, это всенародность характера обеспечения защиты. Именно мы и можем придать через территориальную оборону. Нарощивая эти понятия, мы уже практически полностью отработали весь цикл подготовки закона о народном ополчении, провели эксперименты на некоторых сельских советах и видим, что это тоже дает очень положительный результат. Люди активно откликаются и готовы участвовать в защите нашей Родины. Под Гомелем открыли под Рыхтовши тренировочную пляцовку стирам. Она призначена для проведения стрельбы, тактичных учений, кидания гранат. Объект дозволяет гарантовать безопасность для насельства в районе его размещения. И он находится на участке площадей больше за 4 гектары. Его максимальная пропускная сдольность складает от 150 до 200 человек за сутки. Мы сегодня находимся здесь, в Гомеле, буквально от границы не более 30 километров. Фактически за территорией нашей границы, которая Гомельская область граничит более 600 километров, ведет настоящая война. И задача сегодня силового блока вооруженных сил и территориальной обороны защитить страну. Иван Крупко так само отзначил, что жихары региона повинны разуметь. В случае необходимости их за все оборонять. Миколай Зайцев, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Новые накерунки супрацовництва. Организаторы международной выставы «Вясна у Гомели» провели дискуссийную пляцовку, присвеченную реализации белорусско-российских проектов в сфере туризма. В последний час для этого в Беларуси шмат сделано. В приватности разговоры и идеи об створении международных экспертно-координационных советов. Они, как выникает из назвы, будут координовать всю работу по развитию туризма в Беларуси и регионах. С пропоновами потенциальных партнеров ознайомились наши корреспонденты. За час проведения «Вясна у Гомели» набыла статус буйнейшей региональной выставы Беларуси. Все летоинтерес до форума выказали представники 14 замежных краин. После трехгадового перепынку выкликанного пандемией коронавирусу все летофорум снова проходит в обычном формате. В программе деловые перемоги и встречи представников бизнеса, наведывания предприемства, круглые столы, а так само дискуссийные пляцовки. На одной из их и обмерковывается новый накерунок супрацовниства с российскими удельниками выставы – развитие туризма. Сегодня в этом направлении делается очень-очень большая работа, потому что сегодня туризм – это не просто путешественник с рюкзаком, а уже целое экономическое направление. Ну и мы уже как координаторы этого всего это направление развиваем на территории как Гомельской области, так и в целом Республики Беларусь. Удельники дискуссийной пляцовки называют некольки проектов, реализация яких махшима уже зараз. От туристично-пазнавального катярыненского шляху до промыслового, оздоровленного и религиозного. Но самые запотребованные від туризму сирот Джихаров Беларуси и России сельские с проживанием в агросадзибах. Агротуризм – это то направление, которое развивается и должно развиваться более быстрыми темпами. И хочу сказать, что на территории Морского района агроусадьбы появились, наверное, быстрее, чем на территории других регионов Гомельской области. И для этого, по большому счету, были созданы все условия. Бренд Беларуси – это природа, это условия, это организация питания на агроусадьбах. Все это наши люди умеют делать. У Беларуси и России до туризма однольковые подыходы. Это не только отпочинок, але и працовные местцы. Плюс познавальный аспект – больше доведаться об славутостях и особливостях регионов. Вогули пропановы об реализации проектов уголене туризма огучивались и аж на початку 2000-х. Але тогда до их практичной реализации справа не дойшла. Зараз ситуация изменилась. Очень большой поток ездил за рубеж. Сейчас я знаю, что и в Беларуси, и в России очень многие увидели и поняли, что внутри наших стран есть, что посмотреть, есть, куда поехать, есть, где прекрасно провести время. И внутренний туризм, как в России, так и в Беларуси, сейчас это совершенно новое значение, новое направление. И мы очень рады, что мы тоже в этом процессе участвуем. Сирот плюсов, которые будут сприять развитию белорусско-российского туризма, сближение законодавства в этой сфере. А про то, что сейчас в Беларуси разглядаются макшимости открытия промых авиарейсов с российскими регионами. Олег Сентьеров, Дмитрий Котов, Василия Сепцов, телерадиокомпания «Гомель». Амаль 50 пляжей в Гомельской области готовы до массового отпочинку насильництва. На всех объектах дежурят выротовальники «Асвод». Коля 40 по 100 и 15 станций в этом году будут оказывать свою часовую допомогу отпочивальникам. Как видеться доброе упорядкование после схода Великой воды и насколько безопасно на пляжах, проверили наши корреспонденты. В этом году руководством региона принято решение об открытии 10 новых пляжей. На период купального сезона створено 11 выротовальных пастов «Асвод». Виталия Смаркова в систему выротований на водах привела любовь до водолазной справы. Теперь он отказывает за заходную выротовальную станцию. На сегодняшний день все пляжи советского района, а это пляж «Шведская горка», пляж «Западный», пляж «Любинский» и пляж «Роповский» готовы к купальному сезону. Пляжи полноценно выполняют свои функции. И спасатели дежурят, и выставлены все и буйки, и ограждения. А что вы знаете, девочки, о правилах поведения, охраны жизни людей на водах и работе «Асвода»? А это мы знаем, нас знакомили, наши спасатели, чтобы за буйки не заплывали. Как патрулировать береговую зону, выкористовываются лодки и катеры. Но их мотористы у рулевых «Асвода» Виталь навучал особиста. Коли человек терпит бедство на воде, каждая секунда на рахунку. Мы обучаем наших мотористов, они профессионалы своего дела. Они могут за счет игры триммера, положение двигателя ниже, выше, быстрее вывести его на глисер, чтобы скоротать секунды и максимально быстро подойти к месту бедствия. Как идут справы с доброупорядкованием пляжа у областного центра, мы вырешили доведаться особисто. Для этого наша здымочная группа глядела ближайшие зоны отпочинку. Пакуль на пляжах тех, кто купается не шмат, куда больше матерей примать солнечные ванны. Очень нравится приходить на этот пляж, особенно как матери двоих детей. Я всегда знаю, что рядом могут оказать помощь, рядом всегда спасатели. Оборудован, есть раздевалки, зонтики. Все большое, что есть такие пляжи. В 2014 году мы сюда с семьей приехали, с Донецка. Мы как-то проезжали в 5-й район и как-то обратили внимание, что здесь люди собираются. Это и мы заехали на автомобиль, и здесь увидели же хороший пляж. И после этого начали сюда ездить. На Любинском пляже у Осводи знайшли, как потешить детей подчас летних каникулов. Тут проводятся лекции по выротованию на воде, тренировке покидания выротовального круга. Самые умелые отрымливают специальные значки и дают в оцене научиться добро плавать, жадающих вучить стоять на сабборде. Очень приятно, что у нас есть в Гомеле такое классное. Но если упасть, не очень, то уж приятно. Поэтому что нужно делать? Соблюдать правила и слушать инструктаж. С надыходом тепла от подшивальники пересели на катамараны, некоторые открыли для себя купальный сезон за веслами лодки. Я первый раз в этом году на лодке. Основные правила, которые я знаю, это не заплывать за буйки на лодке, на катамаране кататься только в купательных жилетах и смотреть за детьми. В этом году я первый раз прокатилась на катамаране, очень классно эмоции получила. Что нужно помнить при катании на катамаране, на лодке? Жилет надо одевать, со взрослыми тоже, не баловаться. На пляже на скрыжевании в улиц Бородина и Мазурово усталевана детяшая купальня. Выставлены информационные стенды и таблички, а так само буи. За маленькими от подшивальниками надирают матросы. Сегодня поставлена купальня для деток. Ее глубина не превышает метр двадцать. Специально сделано, чтобы малолетние дети с родителями могли в ней плескаться под надзором. Она укреплена, проверено дно, нет стекла, коряк, ничего остального. То есть приходите купаться. Здесь специально все оборудовано для купания. Усяго в регионе для водной рекреации вызначено 62 места. Некольких из них яшез находятся у стады под Рыхтолки. Неготовность тех четырнадцати пляжей – это в основном те пляжи, которые находятся в бассейне реки Припять, где на данный момент еще остается очень высокий уровень воды. По мере того, как вода будет уходить, будут открываться пляжи. В настоящее время 16 зон отдыха еще являются подтопленными в девяти районах Умельской области. Те зоны отдыха, которые не подтоплены, обследованы нашими специалистами. Отобрано уже 65 проб воды на соответствие микробиологическим и органолептическим показателям. Из 65 проб две не соответствуют. Это населенный пункт Чонкин. У Дадзиный Момонт протягивается под Рыхтолка подтопленных мест от Пачинку. У них водолазные обследования расставляются буи. После очистки и проходжения лабораторного контроля остальные пляжи региона отримают дозвол на свою працу. Олеся Заяц, Ирина Дробышевская, Александр Чернышевич, Телерадиокомпания «Гомель». Журналистика – справа молодых, талиновитых и отданных в своей краине. Телерадиокомпания «Гомель» выпустила первых навычанцев школы молодого журналиста. На протягу четырех месяцев удельники проекта наведывали як традиционные лекции, так и удельничали у ток-шоу, дискуссиях, а так само промых эфирах, радио и телебачення. София Лебедева удалось умещать как навычанию в школе, так и пленную працу с профессийными журналистами. Кастинг был для меня очень волнителен, потому что это был, в принципе, первый кастинг в моей жизни. Я очень ждала результатов, того самого звонка. И я очень рада, что сюда попала. Это безграничное количество полезной информации. И да, я на самом деле убедилась в том, что хочу себя видеть в этой профессии. Формирование активной житевой позиции и умение ориентоваться у информационной просторы на сегодняшний день особливо популярно. Сопредстояние фейкам и донесение до глядачоу и слухачоу выключено правды – головная задача журналиста. Хороших журналистов много не бывает. А вот в Гомель, Гомельской области отсутствует вуз профильный или факультет профильный. Поэтому обучение на базе телерадиокомпаний полезно для, скажем, сферы журналистики. И мы были очень рады, когда наш проект «Школа молодого журналиста» получила одобрение и поддержку государственную и президентскую в виде гранта. Проект «Школа молодого журналиста» позволяет людям разных взрослых и профессий оволодать азами журналистской справы. На властном опыте отчуть усю складанность и цикавость працы. А так само упевнится, что журналистика – это не просто профессия, это справа для души и задовольнение. Надеянность проверенная часом. Завод «Станка Гомель» расчынил свои дверы для молодых специалистов на ученство школ и высшейших научальных установ. Глядачы познайомились с работой предприемства, история якого наличвая амаль полтора ста годзя. Наинувшие распроцовки и передовые направки деятельности завода у репортажа наших корреспондентов. Акционерное общество «Станка Гомель» является правоприемником Станкостроительного объединения имени Кирова. Его основная деятельность – это производство фрезерных универсальных станков и обрабатывающих центров. На предприятии организован полный цикл производства продукции. Выпускаем продукцию, начиная от поступления сырья, выплавки собственного чугуна и заканчивая отгрузкой после тестирования станков и обрабатывающих центров клиенту. Кроме того, мы проводим пусконаладку у клиента на территории, предлагаем технологии подключить, с обработкой деталей, подбором инструмента, изготовлением, проектированием инструментов, приспособлений. На заводе действует управление по ремонту и модернизации механического оборудования, где ремонтируют и проводят капитальный ремонт станочного оборудования, бывшего в употреблении. Реализуют на предприятии и передовые проекты. Мы реализуем импортозамещающий инвестиционный проект и должны довести производство обрабатывающих центров до 144 штук в год. Но для этого надо набрать порядка 100 человек. В ходе производства обрабатывающих центров, особенно то, с чем мы сейчас выстрелили, это пятиосевой обрабатывающий центр, будет создаваться, считайте, в старых стенах совершенно новое производство. На заводе имеется собственный учебный центр. В процессе работы многие здесь получают смежные специальности. Для тех, кто еще не выбрал свою профессию и хочет закрепиться в Гомеле, трудоустройство на станках Гомель предоставляет общежитие в центре города. Молодым специалистам здесь всегда рады. Когда я сюда пришел, я вообще ничего не умел. Поэтому устроился сюда учеником токаря. Как отучился, получил второй разряд уже, который считался. Дальше отработал год, получил третий. И дальше уже пошел на повышение. То есть обрабатывал уже более сложные детали. Также сейчас учусь ГГТУ именно Сухого на должность технолога машиностроения. В механическом цеху организовано производство средних и мелких деталей. Их потом используют в различных узлах станков. Токари работают со всеми из них. Кольца, втулки, шестеренки, валы и даже червячные соединения. Большое количество наименований. Из-за этого ты профессионально именно растешь. У тебя нету одних и тех же деталей, когда ты как робот работаешь. Постоянно приходится переналаживаться. Это думает голова у тебя. Как это быстрее сделать? Как это лучше сделать? По сути, именно как токар, профессия очень интересная. Старшая смена здесь ставит на ноги молодое поколение. На Станко-Гомеле систематически организовываются конкурсы профмастерства, в том числе среди молодых рабочих. Михаил Чердаков – один из его участников и одновременно представитель трудовой династии станочников. У меня отец работал сам на заводе. Я пошел по его стопам, так сказать. И мне моя работа очень нравится. Детали у нас на участке совершенно разнообразные. То есть это может быть как втулка, так и вал. Меня устраивает полностью здесь работа. Есть квалифицированные специалисты, коллектив просто отличный. Для творческих людей всегда открыты двери конструкторского бюро. Именно оно разрабатывает и ставит на производство новые обрабатывающие центры. Их оснащают самыми современными системами числового программного управления. А цифровкой станков в стадии сборки занимается Андрей Бычков. Работаю я уже примерно 4 года. Заканчивал ГТУ имени Сухова. Сразу пришел сюда на 0,5 ставки для контакт-обучения. Потом, когда получил диплом, уже устроился на полную ставку. Настраиваемый Андреем агрегат отправится в будущем на открытое акционерное общество «МАЗ», где на нем будут делать различные запчасти для белорусских грузовиков. Он избавляет от монотонного труда, во-первых, потому что остановки все делают автоматически. Во-вторых, отличие от ручного труда тем, что это более точно. Более точно и быстрее будет. На заводе с нетерпением ждут молодые кадры, чтобы молодежь своими глазами могла увидеть производство и пощупать его изнутри. Организуются профориентационные экскурсии. По их итогам, некоторые студенты гомельских и могилевских вузов уже готовы определиться с будущим местом работы. Приехали на эту экскурсию в первый раз. Нам показывали завод. Запомнилась очень инструментальный цех, сборочные цехи. Все здесь очень удивительно. Хотел бы здесь пройти практику и в будущем желаю здесь работать. Наше предприятие имеет большую историю и огромный опыт в производстве станков. Сегодня для молодежи мы предлагаем обучение в высших учебных заведениях, в том числе по целевой подготовке. Также мы предлагаем обучение рабочим профессиям станочников на производстве с нуля. Всего на станках гомели трудятся более 700 человек. Однако это далеко не предел. Для реализации новых идей и проектов здесь готовы принять около ста новобранцев. Для закрепления молодежи и адаптации на производстве условия созданы. За вами только желание работать. Олеся Заяц, Александр Чернышевич, Николай Заяцев, телерадиокомпания «Гомель». Это и другие новости вы можете узнать в нашем телеграм-канале, а также на сайте в интернете по адресе tvargomel.by. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова